Я приветствую вас сегодня еще не просто как участников серии наших вебинаров, но и как наблюдатели большой буквы, если помните, в прошлый раз я говорил о строгом антропном принципе Циолковского карта, карта Циолковского, который говорит о том, что эволюция создает наблюдатели, и вот мы с вами сегодня все являемся наблюдателями важнейшего космопланетарного события, к которым несомненно можно отнести полное солнечное светлое. Независимо от того, где оно наблюдается как полное, где-то частичное, а где оно вообще не наблюдается, это всегда космопланетарное событие. И вот в соответствии с вашей очень интересной программой, которую проводит Беда Пульс, я надеюсь, что многие из вас уже участвовали со своим современным экритом в этом наблюдении, биотропных эффектов, казалось бы, такого отдаленного от нас, но в то же время очень близкого космопланетарного события. И я хотел бы рассказать перед началом, как выйти на нашу основную тему сегодняшнего перинара, о нашей истории наблюдения солнечных космений, потому что мы рассматриваем это действительно как очень важный фактор, модулирующий потоки биотропных воздействий, достигающих нашей космопланетарной. Наши начальные исследования уходят ко днями далеко в 90-е годы, когда на севере мы начали работать и пытались понять эффекты изменения скорости времени. И вот одно из наших первых солнечных затмений было в 90-м году, на том крайнем севере, на Диксоне. Мы увидели, что действительно биотропный эффект солнечного затмения на Крайнем Севере развивается с опережением реального времени. И передача и прием информации, оказывается, тоже идут с опережением. Это наблюдение затмения июля 90-го года. Это наши первые работы с пространством Козырева, которые мы продолжили и при затмении этого года. Конкретно затмение 9 марта. Я хочу поделиться с вами первыми результатами того, что наш зеркальный телескоп ориентировали на полное солнечное затмение. И попытались занять позицию наблюдателя со стороны Солнца, того потока частиц, протонов, электронов, метронов, которые устремляются к Земле, но в период затмения встречают неожиданную преграду. Неожиданно для нас, но очень важный инструментарий модуляции потоков солнечно-галактических протонов, встречает Луну. Солнечные протоны отклоняются к телу Луны по мере развития затмения, а зато поток галактических протонов усиливает. По одной из авангардных гипотез физиков 2000-х, протоны, галактические протоны высоких энергий являются носителями генома Вселенной. И вот устремляясь к поискам расшифровки этого генома Вселенной, мы и работали сегодня с 7 до 8 утра местного времени в нашем зеркальном телескопе, ориентируясь на встречу усилившемуся потоку галактических протонов. Я думаю, что в следующих наших выступлениях и встречах, особенно в июне, когда мы будем специально говорить о Заркалах Козырева и новом инструментарии изучения Вселенной, я не забуду вернуться к результатам солнечного затмения. В нашем научном архиве много других очень важных наблюдений за солнечными затмениями. И я вас приглашаю к серии тела, которые мы вам предоставили. Вы видите основную тему нашего сегодняшнего доклада, лекции, как угодно, его выступления. Ослабление геомагнитной индукции и возможные последствия для биосферы и человечества. То, что мы проводим сегодня этот вебинар, не случайно, потому что здесь совершенно неожиданные аналогии между солнечным затмением и перераспределением потоков энергии, о которых я говорил, и моделированием ослабленного геомагнитного поля, которым мы занимались в течение многих лет. Я уже сказал, что основным объектом наблюдений и традиционных, и авангардных являются Солнце и его активы. Сегодня мы встретились, я повторю немного, с особой заслонкой на пути к потоку солнечных протонов на Земле, которые перераспределились. И обычно таким фильтром выступает и является наша магнитосфера. Когда потоки солнечных протонов достигают магнитосферы, то большая часть из них гасится в верхних слоях магнитосферы. То есть она выступает не просто фильтром, а очень важным природным космогоническим модулятором, обеспечивающим доступ определенного количества, определенных энергий солнечных протонов в биосфере. И вот такой модулированный поток протонов, солнечных в данном случае, достигает нашей Земли. Это обычная схема, которая в солнечные затмения, как мы уже договорились с вами, встречает неожиданный природный механизм, когда на пути от Солнца к Земле оказывается Луна. Это мощный перераспределяющий факт. Но в той ситуации, о которой мы говорим сегодня, хочется сделать еще один новый акцент. Поскольку магнитное поле Земли в течение уже многих десятилетий ослабевает примерно на 70 нанотесл в год, наша Земля оказывается во многом беззащитной. Вернее защита магнитосферная, о которой я только что говорил, она пропорционально ослабевает. Возникает важнейший вопрос с точки зрения эволюционных последствий для биосферы и для человечества подобного ослабления магнитного поля. Здесь мы должны обратиться к тому архиву мировых данных, который имел возможность проследить периоды ослаблений магнитного поля, ориентируясь на очень серьезные многомиллионные лаги. Многомиллионные лаги, которые показаны на этом графике. Здесь показаны лаги изменений геомагнитных экскурсов или геомагнитных инверсий, если происходила перепоясовка магнитного поля на протяжении тысячелетий. Нижний график показывает от сиреневой линии, которая условно начало нашей новой эры, 2000-й год, и сейчас мы с вами переживаем период очередного геомагнитного экскурса. Геомагнитный экскурс. К чему это может привести? Давайте попытаемся разобраться. Опять-таки на этом графике мы видим две кривые. Нижний из них отражает колебания уровня геомагнитной индукции с периодами до десятков тысяч лет. Это вот так вела себя кривая ослабления магнитного поля, которую мы видим на нижнем графике. Верхний график, он как бы зеркальное отражение нижнего. Это концентрация биогенных, космогенных нуклидов на примере концентрации хлора-36. Мы видим, что в периоды очередного ослабления магнитного поля геомагнитного поля возрастает концентрация хлора-36. И мы видим две зеркально отраженные кривые. Следующий график, следующая картинка, говорит нам о глубине, все увеличивающейся глубине проникновения космических лучей различных энергий в нашу атмосферу по мере ослабления магнитного поля Земли. То есть кривые показывают, что чем меньше магнитная защита, тем глубже и все ближе и ближе к биосфере подступают протоны различных энергий. Как галактические протоны, о которых мы уже говорили вначале, так и протоны солнечные. Это создает прямую угрозу биосфере, ну и конечно человечеству. Это не просто декларация. Давайте обратимся к очень серьезным данным, которые проанализировали геофизики, работающие в Сибирском отделении Академии наук, Петропавловске-Камчатском и базирующиеся на площадке Немосибирске. Это Кузнецовы. Они проанализировали данные самых больших экскурсов и геомагнитных инверсий. Я повторю, экскурсы это когда магнитное поле ослабевает, но не происходит его инверсия, изменение его полярности. А инверсия, когда происходит изменение полярности магнитного поля Земли. Посмотрите, в какой глубины лаги предлагает нам автор последовать мнению. Это миллионы, миллионы лет. Слева указаны конкретные места наблюдений геомагнитных экскурсов. Они поименованы по пунктам наблюдений. Их можете прочитать в английской конкретике. А вот правая часть этой таблицы очень интересна. Здесь проводятся аналогии тех же временных лагов, тех событий, которые наблюдались в истории человечества в эти же периоды. Мы не будем анализировать все детали этой таблицы. Остановимся на главную. Первая графа. Это, представьте, миллионы лет назад отмечалась мутация гена микроцефалии. По установленным данным анализов тех биологических субстратов, которые были доступны ученым. Следующая табличка, следующий график, следующий аналитический вывод – это момент исчезновения в результате генетической мутации неэнтертальцев. С точки зрения, с позиции эволюционной арены нашей планеты. Будем спускаться все ниже и ниже. И мы видим, что каждое очередное ослабление геомагнитного поля, многомиллионные лет недавности, сопровождалось очень критическими эволюционными изменениями. Это разделение рас человечества, исчезновение неэнтертальцев я уже называл. Это появление гомоэриктус на эволюционной площадке планеты. Это еще одна генетическая мутация. Это мутация гена контролирующего содержание и активность сахарозы на поверхности клетки. Она тоже происходила в период очередного геомагнитного экскурса. Поэтому, когда мы все с вами переживаем период еще одного, и мы являемся современниками этого геомагнитного ослабления, очень актуальным является вопрос о эволюционных последствиях этого очередного ослабления геомагнитного поля. В этом анализе пытаемся спуститься с небес и вернуться к нашим конкретным периодам наблюдений. Мы вам приводим данные нашей лаборатории, нашего института, когда с использованием метода газоразрядной визуализации мы контролировали, на примере просто капельки воды, уровень плотности сечения образца воды, в трех позициях, когда еще не было затмения, это зеленая пункта первая, и фиолетовая тревая, когда солнечное затмение развернулось. Давайте запомним этот график, мы к нему вернемся чуть позже, когда будем детально анализировать ситуацию, в которой мы с вами сталкиваемся сегодня. Следующий момент, я вам снова говорил, геомагнитные депривации и солнечные затмения, параллельно идущие события, и мы, как исследователи, не проходим мемонией. Одно из самых главных событий состоялось 1 августа 2008 года, самых главных для нас, новосибирцев, прежде всего, потому что это солнечное затмение было над таким крупным мегаполисом, как наш город. Исследования этого затмения 2008 года проанализированы, обработаны за эти годы и опубликованы в монографии, которая вышла в 2011 году. Там показаны факты биотропных реакций, опережающих реакций, как система, биосистема и человек настраивается на изменение потоков протонов, тронов, солнечного и галактического поля. Кого эта книга заинтересует, через Акропульс, ой, извините, через Акропульс вы сможете познакомиться дальше. Вода будет нас сопровождать в этом изложении много-много раз. Мы обращаемся к еще одному затмению, которое уже было после 2008 года. Это солнечные затмения в июле 2009 года, которые мы наблюдали синхронно в разных точках. Это уже не было полное затмение в Нойсибирске, это было частичное затмение, полное затмение было в Китае, поэтому наши группы наблюдателей были в разных точках нашей планеты, следуя за ходом тени Луны по Земле. Мы видим, вот на верхней табличке, вы видите, желтые объединенные параметры, значимые в корреляционной зависимости уровня диастолического давления от потоков протонов и электронов, о которых мы уже говорили. Это на определенной фазе солнечного затмения зафиксированная уровень корреляции. Нижняя табличка и зеленые квадратики показывают, как изменился уровень вектор корреляционной зависимости при использовании в период солнечного затмения водного протектора. То есть наши наблюдатели солнечного затмения принимали для питья длинное количество воды и буквально через 2-3 минуты изменяется вектор корреляционной зависимости уровня диастолического давления от потока протонов и электронов в отмене. Мы только подсходим к завершению вводной части. Вывод будет очень краткий. То, что мы назвали уже джерками и изменением и перепрессовкой магнитного поля является важным эволюционным фактором, который определяет необходимость создания системы геоэкологического жизнеобеспечения для всей биосферы и человечества в периоды таких значительных космопланетарных перемен. Чтобы это понять, моделировать, необходимо, конечно, сохранить космический взгляд на вещи и все происходящие события, которому призывал Конфидент Эдуард В.С. Алков и которому следовали мы, когда в 1986 году была создана установка, моделирующая ослабление магнитного поля Земли в пределах до 500 раз. Вы видите макет этой установки. С одной стороны, одну из экранирующих установок в виде такого горизонтального цилиндра и пульт наблюдения, в котором можно было наблюдать за реальной обстановкой развертывающейся в момент наблюдения. А теперь мы имеем эту возможность с использованием данных НАСА. А с использованием нового экрепита Келиос-Кегапульс эти возможности расширяются. Тогда их не было. Мы будем опять-таки возвращаться к этому несколько раз. Была не одна, а две установки. Как полагается, строго следовать правилам военного сухого метода. Левая часть – это собственно гипомагнитная камера, которая ослабляла магнитное поле Земли. Вторая часть – она условно-контрольная по отношению к экранирующей магнитно-полагнитной установке. Она изменяла угол наклона геомагнитного поля, не ослабляя полный вектор его индукции. Это вот особенность правой установки. Семь. Насколько было ослаблением, мы будем видеть на этом графике. Конечно, вы видите, что установка космодиатрон, она не замкнутая. С двух сторон она открыт. Поэтому уровни ослабления, они различны в зависимости от того, где мы располагаем наши метоники. Самый большой, глубокий уровень, это мы видим, находится в зоне, когда достигается 500-кратное ослабление. Это вот этот фаринк, на этой кривой ослабление геомагнитной индукции. Вот в этой зоне и проходили основные наши наблюдения на разных моделях. Ну, теперь посмотрим, что же мы зафиксировали. Я уже говорил и просил вас запомнить, как изменяется пиктральная плотность свечения образцов воды. Вы помните этот график изначальный во время затмения. Вы видели, что пиктральная плотность свечения во время солнечного затмения возрастает. Видели, как по отношению пунктирной зеленой кривой возрастает эта плотность во время солнечного затмения. Здесь другая ситуация и очень интересная космогоническая аналогия. Зеленая кривая это фон, контроль пиктральной плотности свечения образца воды. А вот красная кривая, когда мы образцы воды, той же воды, из-за того, помещаем, для двух 24-часовой экспозиции послабленное магнитное поле. Вы видите, как резко возрастает, в общем, неоднозначно, в сфере, не периодичностью пиктральная плотность свечения образцов воды. Аналогия еще раз ее зафиксируем. То, что мы фиксировали во время солнечного затмения и то, что мы фиксируем пидеомагнитные дегрегуляции, то есть ослабление полного вектора магнитной индукции, практически одинаково. Теперь наступает момент серьезных выводов, когда в эту установку и в контрольную. Контрольная это группа 1 работает испытателей в контрольной установке. Группа 2 это работает во второй установке ослабляющей магнитное поле в трех позициях. До начала курса геомагнитной дегрегуляции это позиция 1 гистограмма 1 в середине курса геомагнитной дегрегуляции это позиция 2 и завершение этого курса позиция 3. Дизайн исследований, когда испытуемыми стали наши волонтеры студенты педагогического университета города Новосибирска предусматривал 30-минутное погружение в моделированное геомагнитное пространство в течение одного раза в неделю 3-х недель в течение 3-х месяцев то есть 10 сеансов по 30 минут 1 раз в неделю в течение 3-х месяцев на гистограмме мы видим динамику амплитуды альфа-ритма электроэнцефалограммы в двух группах испытуемых мы видим что до начала исследований в двух группах отмечаются примерно одинаковые уровни амплитуды альфа-ритма электроэнцефалограммы затем в середине курса как я уже говорил позиция 2 на гистограмме мы видим что те испытуемые которые считали что они тоже в экранированном пространстве а на самом деле находились в контрольной установке у них нет изменений амплитуды альфа-ритма энцефалограммы а у тех кто были в группе 2 которые испытывали истинную геомагнитную депривацию у них отмечаются значимые значимые увеличения отмечены красными звездочками значимое увеличение амплитуды альфа-ритма это наблюдается с середины курса депривации и сохраняется до его завершения до конца третьего месяца то есть функциональная активность головного мозга в маркере по альфа-ритму очень существенно изменяется изменяется по своим энергиям ну в данном случае в диапазоне альфа-ритма как реагирует головной мозг и его функции на эту ситуацию идем дальше дальше мы видим с вами анализ уже по дельту в дельта-диапазоне электроэнцефалограмм и уже в динамике корреляционной зависимости амплитуды дельта-ритма электроэнцефалограмм и уже не у здоровых испытуемых а у волонтеров больных с артериальной гипертензией здесь нужно сделать маленькую оговорку что геомагнитная депривация контролируемая кратковременная как мы показала лаборатория гео-климатопатологии обладает очень серьезным моментом корригирующим уровень артериального давления то есть не поддающийся лекарственному уменьшению артериального давления формы в условиях кратковременной геомагнитной депривации давление стабилизируется поэтому испытуемые добровольцы больные с артериальной гипертензией в данном случае мы контролировали динамику корреляционной зависимости их дельта-ритма от интенсивности потока галактических протонов с энергией больше одного МЭФ три позиции мы видим на гистограмме три этапа исследований до начала геомагнитной депривации это позиция один мы не видим значимых связей коллекционной зависимости дельта-ритма антифолограммы с интенсивностью потока галактических потонов в середине курса мы видим появление значимых связей а на третьем этапе практически сплошные красные звездочки показывающие значимую коллекционную зависимость амплитуды дельта-ритма антифолограммы от интенсивности потока галактических протонов наш точки зрения очень важный вывод на прошлом вебинаре мы говорили с вами о возможности оценивать зависимость не только от текущей обстановки гелиогефизической но и той обстановки которая была в период пренатального развития наших испытуемых и их родителей с использованием программы Гелиос имеющей базу данных о гелиогефизической обстановке глубиной за 100 лет за каждый день 100 лет мы видим результаты анализа как изменяется запрос биосистемы при изменении уровня геомагнитного поля как система запрашивает помощи у запомнившейся ситуации которая была в период пренатального развития не только самих испытуемых это на гистограмме фиолетовые столбики но и их родители преимущественно их отцов видим портовые столбики период до начала геомагнитной депривации такой зависимости не было период геомагнитной депривации система обратилась к эволюционным запасам и был подсказан правильный вариант адаптивного реагирования мы видим как выросли запросы в поиске тактики решений от той ситуации которая была в период внутриутробного развития не только самих испытуемых это фиолетовые столбики гистограммы но и их родителей их отцов портовые столбики то есть речь идет о том что уровень магнитного поля является важнейшим регуляторным фактором который затрагивает важнейшие импринтированные программы которые запечатлены в развитии многих поколений с учетом конкретного космического фона в котором проходило это развитие идем в наших рассуждениях дальше клеточные культуры человека и исследования нашего коллеги профессора Михаева Людмила Павловна когда в условиях ослабленного магнитного поля оказывались культуры клеток человека мы видим анализ плотности клеточного монослоя в условиях геомагнитного экранирования это фотография слева по отношению к контрольной правой фотографии плотность различна если бы мы обратились не только визуально мы бы увидели что увеличилось количество синтезируемого белка и сама плотность клеточного многослоя выросла многократно контроли а в условиях геомагнитной депривации мы видим разрежение клеточного монослоя уменьшение объема синтеза белка в клетках то есть в клеточной культуре в условиях депривации упрощенно явно чего-то не хватало какой-то информации и некой молодости следующий этап который пока еще говорит о работе в условиях инвитро то есть когда не пациент а образцы в данном случае крови оказывается в условиях геомагнитной депривации показывает очень важную декономерность опять-таки на примерах когда мы помещаем образцы крови больных с артериальной гипертензией гипомагнитной установки мы видим как изменяется корреляционная зависимость гемориологических параметров в данном случае вязкости крови у больных с артериальной гипертензией от солнечной активности и выраженности протонной компоненты космических лучей до и после 30 минут гемориологического экранирова мы видим что в условиях когда верхний столбик это показана зависимость вязкости крови голубой столбик да от компоненты протонной до геомагнитной депривации и видим как изменяется эта зависимость после геомагнитной депривации это по отношению солнечной активности зеленые фобики гистограммы по отношению протонной компоненты космических лучей то есть в условиях геомагнитной депривации наблюдается увеличение корреляционной зависимости уровня вязкости крови от интенсивности протонной компоненты космических лучей очень важный момент который говорит что в этот период у больных с артериальной гипертензией могут возрастать риски развития осложнений связанных и больных с артериальной гипертензией связанные с инфарктами и инсультами их угрозой их возникновения идем дальше опять-таки на примере корреляционной зависимости вязкости крови и второй вторая гистограмма уровня скорости оседания эритроцитов мы видим как и у здоровых какой зависимости нет а у больных больных с артериальной гипертензией такая зависимость имеется и если на левой гистограмме мы видим что эта зависимость имеет обратную значимую обратную связь значит обратная зависимость то есть чем выше поток солнечной активности уровень геомагнитной активности тем меньше вязкость крови до геомагнитной депривации а на правой гистограмме обратная и очень угрожающая зависимость видите как инвертировалась корреляционная связь у здоровых этого нет а у больных с артериальной гипертензией она стала значимой и прямой то есть скорость оседания эритроцита в данном случае тем больше тем больше поток факторов солнечных опять-таки возрастают риски осложнений для больных с артериальной гипертензией еще один пример измененной настройки системы которая происходит в условиях геомагнитной депривации мы видим на примере динамики относительных значений при реценции лейкозресия человека при тестировании дексаметазоном до и после 30-минутного пребывания испытываемых в ослабленном геомагнитном по данным геомагнитным обращаем внимание на правую часть гистограмма мы видим как в процентном отношении по отношению к фону в условиях депривации возрастает относительное значение флуоресценции лейкозресия человека следующий этап моделирования конечно наши главные помощники уже на системном организменном уровне это гипромагнитную установку пришли животные крысы и уже мы пытались не кратковременно ослаблять магнитное поле земли а животные испытывали продолжительное пролонгированное ослабление геомагнитного поля в течение одной недели мы конечно не могли такое позволить по отношению конечно к нашей спектуре но длительный моделирование длительного космического полета длительного пребывания в условно скажем открытом космосе позволило нам сделать очень интересные выводы выводы прежде всего мы отметили что в условиях длительного пребывания экспериментальных животных в условиях пролонгированной геомагнитной депривации отмечается существенное изменение корреляционной зависимости спектральной плотности газоразрядной визуализации от интенсивности протонной и электронной компоненты вот здесь видите вы три группы исследования испытуемых животных первая группа это в условиях пролонгированной геомагнитной депривации видите какой уровень фиксируется у этих животных дальше вторая группа это в условиях помните у нас была вторая установка условно-контрольная мы видим что в пределах корреляционной значимости находится корреляционная зависимость спектральной плотности древесечения и третья группа это контрольная группа то есть в группе где не было ослабления магнитного поля существенных различий между группами 2 и 3 не было а вот в группе которая в течение недели была в ослабленном геомагнитном поле отмечается существенное изменение корреляционной зависимости спектральной плотности древесечения Все деньги дальше, сохраняя позиции наших учителей о том, что только самое глубокое проявление самосознания, когда мысли человек пытается определить свое место не только на нашей планете в космосе, позволит нам приоткрыть те закономерности, которые открываются в условиях космобиатрона, в условиях гипогеомагнитной установки, моделирующей ослабление магнитного поля цены. Теперь уже в этой части я постараюсь вам изложить данные работы с человеком. С тем акцентом, что то, что делали вы в период наблюдения за солнечным затмением сегодняшнего дня, 9 марта, в условиях использования вашего нового эквистента программы «Гелиус», позволит нам прийти, наверное, к новым заключениям, но я вас познакомлю с исторической классикой, которую мы получили в нашей лаборатории. Мы видим, как изменяется уровень исторического артериального давления у больных с артериальной гипотендией при всего лишь однократном диагностическом экранировании магнитного поля земли. Исходно, вот уровень артериального давления. Мы видим, что в этой больной есть артериальная гипотендией, поэтому средний уровень артериального давления у них 145 миллиметров, это историческое давление. В условиях геомагнитной депривации, вот показано в этой части, видим, как артериальное давление буквально на первых же минутах начинает снижаться. Я уже говорил вам, что кратковременное пребывание пациентов в условиях геомагнитной депривации обладает терапевтическим эффектом, который позволяет уменьшить уровень артериального давления и стабилизировать его на уровне, не вызывающем угроз для развития облажнений. Как только геомагнитная депривация прекратилась, мы переходим за границы пунктирной линии, кратковременная депривация, уровень систолического артериального давления начинает снова восстанавливаться. Идем дальше наших размышлений. Опять сейчас объектного внимания основным оказывается сердечно-сосудистая система, по-прежнему, больных с артериальной гипертензией. Мы видим на этой гистограмме три основных периода. До того, как наши испытуемые больные с артериальной гипертензией вошли в гипомагнитную установку. Средняя часть гистограммы – это когда они там прибывают. И третья часть – когда они выходят из гипомагнитной установки. Здесь анализируется функциональная зависимость очень важного параметра – ударного объема левого желудочного сердца наших пациентов. От уровня солнечной активности, которая оценивается по интенсивности потока солнечных протонов в период проведения исследований. Мы видим, давление это снизилось, как мы видели из прошлого слайда. Но посмотрите, уровень функциональной зависимости важнейшего параметра – ударного объема левого желудочка – от потока солнечных протонов в условиях гипомагнитной установки значимо вырос. Вот видите, гистограмма с тремя звездочками, отражающими значимую зависимость этого параметра. И после выхода из космобиатрона эта связь остается. Очень важный момент в наших не менее важных рассуждениях. Еще один параметр, который очень интересен и важен в логике вашей программы «Келлиус», который вы используете для мониторирования ваших пациентов и анализа сопряжений параметров реальной геологии-физической обстановки. Я снова оговариваюсь, мы не имели этого модуля, естественно. Мы анализировали эти ряды сопряжений с использованием статистической базы данных по солнечной активности и тех приборов, которые мы располагали. В данном случае показана динамика изменений мощности спектра кардиоритма в диапазоне очень низких частот, указан этот диапазон, опять-таки у больных с артериальной гипертензией, на различных этапах кратковременной гипомагнитной дисциплины. Вот мы видим пологую часть этой кривой, которая очень интересна, что практически наши испытуемые вошли в гипомагнитную установку, это позиции 4 и 5. Но не наблюдается изменение спектральной мощности кардиоритма в диапазоне сверхнизких частот. Но только после того, как они вышли, когда изменился градиент магнитного поля, сразу наблюдается реакция по этому параметру. И вы видите значимое увеличение мощности спектра кардиоритма в этом диапазоне после выхода. Это реакция на градиент магнитного поля, который происходит при каждой очередной магнитной дуле, при тех модельных ситуациях, которые мы рассматриваем сегодня, когда изменяется индукция магнитного поля и с индукцией в период солнечных активностей, когда Луна оказывается в хвосте магнитосферы, модулируя изменение магнитной активности, не связанное с изменением солнечной активности. Вот это градиентное магнитного поля, и мы видим параметр маркер сверхнизкие частоты, как они реагируют на экспериментальную депривацию. Идем дальше. Мы оцениваем очень важный момент динамики корреляционных связей уровня артериального давления с величиной солнечной активности. Помните, я уже говорил об этом несколько раз. С помощью нашей программы «Гелиус» мы можем заглянуть в космическую историю каждого испытуемого и узнать, какая была обстановка в период раннего антогенеза, когда развивались его основные функциональные системы. В данном случае нас интересует сердечно-сосудистая система, нас интересует преимущественно третий месяц внутриутробного развития человека, когда начинает активно развиваться сердечно-сосудистая система. И вот здесь показаны две группы здоровых и больных с артериальной гипертензией. Здоровые – это зелененькие цифры, показывающие, как ведут себя на запрос работают системы эволюционной памяти и импрентирования в условиях ослабления магнитного поля земли в сравнении у здоровых и у больных. У больных – это красная цифра. Показаны только значимые коэффициенты коголяции. Вы видите, что в фоновой ситуации, когда еще не было экспериментальной, кратковременной геомагнитной депривации, ни у здоровых, ни у пациентов с артериальной гипертензией не было такого запроса на память, пренатальную память встречи с космическими факторами. Практически нет значимых коэффициентов коголяции по зависимости уровня систолического, диастолического и пульсового артериального давления с интенсивностью потока протонов и электронов. Но стоило только нашим испытуемым испытать градиентное изменение полного вектора магнитной индукции, как тут же эти связи проявились. Вспомните предыдущие слайды и вернемся их на этом к анализу на этом примере. Еще раз, зеленый, здоровый, это положительные, значимые к революционной связи, не всегда они значимые, но близкие к значимости у здоровых протонов. То есть некая трессовая ситуация, которую здоровые выдерживают очень успешно. То есть с увеличением потока солнечных протонов увеличивается величина диастолического давления. Таков вектор реакции в оценке по динамике традиционных связей. А у больных с артериальной гипертензией совсем другая картина. Посмотрите, не только третий месяц, о котором я говорил, но и другие месяцы, лунные месяцы гнетеритровного развития, существенно влияют на характер зависимости основной функциональной регуляторной системы сердечно-сосудистой от потока солнечных протонов. Но посмотрите, у всех преимущественно значимая, но обратная картинационная зависимость. То есть поток солнечных протонов возрастает, связь с ними возрастает, но система нашла оптимальное тактическое, стратегическое решение. При нарастании потока солнечных протонов систолическое давление не только не увеличивается, оно стабилизируется незначимо уменьшается. То есть система нашла оптимальные решения защиты от этого возрастающего потока солнечных энергий. И такую систему находят преимущественно по отношению к больным с артериальной гипертензией, которая является очень уязвимым по отношению к этим градиентам. Конечно, здесь мы не можем посмотреть, как реагирует другая система, очень мощная гормональная декринная система в двух группах плацебо. Это условно-контрольная группа, когда моделируется воздействие. Это группа один. И группа два, это когда геомагнитные декривации подвергались здоровые испытуемые. Как изменился кластер, кластерная структура корреляционных матриц гормонов у наших здоровых испытуемых после шести сеансов кратковременной геомагнитной декривации. Еще раз, группа один, это контроль, который находится в установке в течение этих сеансов без ослабления магнитного поля. И как реагирует гормональная система на истинно геомагнитную декривацию. То есть, это новый уровень нейроэндоксинного обеспечения в этих условиях. Очень важный момент в нашем разговоре это оценка биотермодинамических тенденций, которые мы зафиксировали с использованием очень современного метода анализа соотношения стабильных изотопов углерода 12-13 их относительного процентного содержания в тканях, в данном случае в тканях испытуемых, на разных этапах геомагнитной декривации. Выявили две кривые. Две кривые зеленый пунктир показывают, как практически не изменяется соотношение стабильных изотопов углерода у испытуемых, которые, не зная этого, но проходят испытания в течение трех месяцев установки ОЦЕБА, в которой нет ослабления магнитного входа. А посмотрите теперь на красный инфизор. Это наши испытуемые в течение трех месяцев находящиеся в этих условиях геомагнитной депривации. У них соотношение стабильных изотопов углерода выросли. Это важнейшая тенденция. Мы к анализу этого графика будем возвращаться на нашем следующем вебинаре, когда будем говорить о новых возможностях биотермодинамических, которые открываются в условиях депривации, когда мы можем говорить о изменении основного вектора старения. Вот черненькие кривые, которые уходят в них на этом слайде, показывают, как с возрастом изменяется стабильное соотношение углерода изотопов 13-го и 12-го с возрастом. По оси абсцисс показан возраст. Видите, что с возрастом мы теряем углерод 13-го и теряем его невосполнение. Это один из важнейших современных маркеров биологического возраста. А что происходит в условиях геомагнитной депривации, в условиях большего доступа функциональных систем к солнечным и техническим энергиям мы видим красную пиологию. Казалось бы, противоестественный вектор биотермодинамика системы изменила. Начинается синтез стабильного изотопа углерода. Об этом мы будем говорить на следующем нашем Аклевском вебинаре. Мы приходим к очень важному этапу нашего разговора, когда проанализируем как же реально вот та ситуация, которую мы моделировали в условиях экспериментальной геомагнитной депривации, что значит ослабление магнитного поля Земли в 500 раз. Мы с вами как исследователи, как наблюдатели увидели ситуацию, которая будет с нашей биосферой, когда магнитное поле Земли, его полный редко изменится в таком же отношении, уменьшится 500 раз. Примерно это, скажем, будет в конце 21 века. Какие революционные последствия это будет иметь для человека? Для этого все наши испытуемые были маркированы с точки зрения трех генов. а ген D4, который отвечает за уровень дофаминовой рецепции, очень важный параметр для наших коллег, которые медики это о многом говорят, контроль дофаминовой рецепции, важнейший параметр. Вот наши испытуемые были разделены подлиннее аллели гена D4. Группа с короткими аллелями гена D4 и подгруппа вернее с длинными аллелями гена D4. Эти работы выполнялись в содружестве с институтом терапии и институтом сполобогенедии генетически сиберспирателем Академии науки. То есть мы сейчас говорим об очень важном возможные генетические последствия геомагнитной дозапевации на примере реакции наших испытуемых маркированных по ряду генов и прежде всего по гену погоняли ген D4 на кратковременную но повторяющуюся геомагнитную дозапевацию. Перед вами очень важная табличка попытаемся в ней разобраться. Вот те параметры о которых мы с вами говорили до этого изменение уровня артериального давления изменение спектральной плотности свечения изменение кардиоспектральных параметров они все отражены по горизонтали в параметрах 1,2,3,4,5 мы с вами говорили об электроне это параметры 1 параметры артериального давления и контроля за уровнем сосудистой системы они отражают группу 2 параметры активности дыхательной системы мы о них не говорили это группа 3 гормональные параметры это параметры группы 4 и параметры которые отражают биоэнергетику условно это параметры газоразрядной ливилизации это параметры группы 5 мы разобрались с вами по горизонтали группировки этих параметров дальше мы видим генетические маркеры о которых я уже говорил ген D4 ген TNF и ген D1 которые отвечают во многом D1 за регуляцию сарко-сосудистой системы а D4 я напомню контролирует уровень дофаменивания Дальше в логике сложно структурированной таблицы мы видим три поля три зеленых поля фиолетовое и бордовое в которых отражены зависимости с обстановкой как я уже говорил пренатального развития космической обстановки в период пренатального развития в трех градациях зелененькие это наших испытуемых фиолетовое это пренатальная обстановка отцов наших испытуемых и бордовое это пренатальная обстановка на разные периоды разные периоды лунные месяцы или лунные недели матерей наших испытуемых с использованием очень современного метода как назовем дерево решений который был предоставлен и выполнен для анализа этой очень сложной задачи институтом математики Сибирского отделения академии наук группы по руководству профессора Анатолия Берикова мы пришли к очень важному заключению теперь давайте суммируем его то есть те параметры функциональные которые я назвал и которые мы с вами рассмотрели в поле равном приложении оказываются в значимой зависимости от той обстановки которая была в период пренатального развития как самих наших испытуемых зеленые поля так и их родителей их отцов и матерей все это и бордовое поле но не просто в значимой зависимости от этой обстановки а уровень этой зависимости и уровень контроля изменился то есть контроль изменился генетический контроль этих функций и мы показываем очень сложную структуру иерархии как изменился генетический контроль за функцией различных систем организма и этот организм обратился за памятью не только своей но и их ближних родителей ближних родственников мацерей и отцов и это все составляет значимую математически значимую схему мы впервые говорим что в условиях геомагнитной депривации мы вправе говорить о феноменальном явлении геофизической экспрессии генов которая наблюдается в нашем варианте в позитивном ключе сейчас мы постараемся убедить еще одна таблица тоже по данным анализа дерева решений выполненным бериковым мы видим крупы параник это как некий конклюжен всему изложению мы видим что в этой иерархии в этой модели значимых сопряжений оказались как генетические маркеры в данном случае гены B1 здесь вы видите верхние строчки мы видим целую другие параметры которые показывают электромагнитную чувствительность точек рефлексотракии это следующие параметры ниже мы спускаем сюда электромагнитную геофизическую чувствительность электропроводности в точках электрофунктуры помните я говорил кто помнит прошлый вебинар о том что точки окупунктуры являются очень важными такими передовыми пунктами отслеживающими динамику электромагнитной космофизической обстановки мы контролировали электропроводность в точках в течение всей серии нашей геомагнитной депривации и отметили что динамика электропроводных точек вошла в группу параметров значимо сопряженных реагирующих на эту экспериментальную депривацию мы видим как реагирует на дозированную магнитную нагрузку магнито-чистительность это следующий параметр M-Test мы видим как реагирует реографический индекс кровенаполнения полушарий головного мозга и как реагирует светоотражение светоотражающие потоки один из методов который применялся для анализа периферических рецепторов и как в эту группу попала также толерантность физической нагрузки это группа функциональных параметров в этой значимой схеме сопряжения вторая очень важная функциональная группа какие функции оказываются значимо реагирующими на геомагнитную депривацию прежде всего это уровень интеллекта который оценивался классически психофилологическими способами по IQ и в неких аналогах IQ по электроэнцефалограмме то есть интеллект интеллектуальная активность оказывается в этой зоне значимо отвечающей память краткосрочная и долгосрочная долговременная память оказывается в этой группе то есть идут раскрытия интеллектуальных психофизиологических резервов организма человека творчество очень важный параметр тоже оказывается в оценке по классическим психофизиологическим ферриям оказывается в этой группе сопряжений ну и третья группа это космические факторы посмотрите целый комплекс целый комплекс значимо сопряженных это протоны разных энергий это нейтроны это альфа частицы целый комплекс который оказывается соразмерным и значимо сопряженным в этих условиях вот еще раз подходя к скажем так завершающему этапу изложения когда полагалось бы мне сказать что благодарю вас за внимание и показать завершающий слайд но я хочу вернуться к самому началу самому началу и предложить вам то что было в обведении еще раз увидеть другим взглядом в другого масштаба наблюдателей ту картину которую мы с вами переживаем я очень кратко напомню как в течение тысячелетий изменяется тренд геомагнитной индукции магнитного поля земли и мы с вами 2000 год оказываемся в зоне очередного геомагнитного экскурса будет инверсия геомагнитного поля переполисовка или нет трудно пока сказать некоторые признаки подтверждающие такие прогнозы но мы говорим пока о геомагнитном экскурсе мы в этой геомагнитной яме наша земля оказывается практически беззащитной потому что магнитная оболочка магнитосфера земли оказывается в ослабленном то есть из-за защитных состояниях поэтому в этих условиях начинают все глубже и глубже проникать космогенные нуклиды все глубже и глубже проникают в атмосферу и биосферу потоки протонов и галактических и солнечных разных энергий то есть по мере ослабления магнитного поля они все глубже и глубже проникают и как мы знаем из этой сложно структурированные таблицы ранее миллионные лет назад вызвали очень серьезные эволюционные последствия которые были зафиксированы в ряде мутаций в ряде мутаций гена микрофоли когда произошло разделение трех раз исчез как таковой неинтерталь когда появился гомоэрис когда произошла мутация гена насухароза когда появился новый может быть сейчас условие для возникновения нового человека нового типа и теперь еще одно в качестве такого завершающего такого акцента в условиях конечно трехмесячной кратковременной очень осторожной геомагнитной депривации мы отметили то что мы назвали гелиофизической экспрессии пробуждение раскрытия тех резервов которые таит наш головной мозг но это кратковременно очень осторожнее ослабление магнитного поля что будет когда оно будет постоянным и когда все человечество окажется в этой зоне ответа пока нет но в правомерно правомощность точки зрения исследователей постановка вопроса о создании системы геоэкологического жизнеобеспечения человека в ту эпоху космопланетарных и климатических перемен которую мы все с вами переживаем детально разобрать эти системы как быть готовым к этим переменам нам еще предстоит а сейчас настал тот момент когда я хочу вас поблагодарить за внимание к моему изложению если не всем оно было терминологически понятно я готов ответить на вопрос спасибо спасибо Продолжение следует...